Правительство Таджикистана сильно напряглось. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, что может не на шутку испортить жизнь таджикам. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всех важных событий. Ужесточение санкций против России. Давайте вместе проанализируем, насколько опасны для Кремля, а главное для путинского окружения, новые британские санкции и готовится ли Лондон к тому, что Россия чем-то ответит. Международное агентство МОДИС оценило последствия введения жестких санкций Запада против России, пишет Forbes со ссылкой на рейтинговое агентство. Среди некоторых стран СНГ, на которые повлияет в введение ограничительных мер, оказался Таджикистан. Аналитики отмечают, что одним из основных рисков для этих стран станет сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов. Это может произойти из-за последствий западных санкций и спада экономики. Так, согласно списку, самым уязвимыми в случае введения ограничительных мер окажутся пять стран – Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан. Таджикистану и Кыргызстану агентство присвоило рейтинг B3 со стабильным прогнозом. Но при этом, по данным аналитиков, возможное замедление экономики Российской Федерации ударит по кредитоспособности двух государств из-за сокращения денежных переводов трудовых мигрантов, на долю которых, по данным Всемирного банка, приходится 33,30% ВВП этих стран соответственно. А как вы думаете, мы ощутим этот кризис в России? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Если произойдет ослабление рубля, это повлечет негативные побочные эффекты для валют стран СНГ и повысит риск ликвидности, особенно для Беларуси, Таджикистана и Грузии с их высокой долей долга, номинированного в иностранной валюте, большими потребностями во внешнем рефинансировании и слабыми резервами. В исследовании уточняется, что если санкции не вызовут серьезного замедления российской экономики, то риски для стран СНГ будут относительно невелики. В том случае, если санкции будут применены, это повлияет на страны СНГ по различным каналам, учитывая их экономические, финансовые и энергетические связи с Россией, а также их слабую ликвидность и внешние позиции. Моудис подчеркивает, что не рассматривает такой сценарий, как базовый. В агентстве уточнили, что рейтинги учитывают все риски, но добавляют, что на них могут повлиять только жесткие санкции. Например, если санкции вызовут серьезные перебои в поставках энергоносителей, а это, по данным исследователей, маловероятно даже в случае эскалации напряженности. Но тем не менее, Таджикистан может экономически ощутить эту нестабильность. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, почему Рахман продолжает сотрудничать, брать у России кредит и просить помощи, если на нас так влияет ситуация в этой стране? Как вы думаете, может нам пора от этого отказываться? И как, если это вообще возможно? Свои мнения по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!